На Кирпичном вазу Тарас был доставлен в Варшаву, на Еврейскую улицу. Янкель разузнал, что Остап сидит в городской темнице. За большую сумму через других евреев можно было попытаться устроить свидание с ним. Бульба согласился во имя этого отдать всё, что у него есть. Евреи пошли к тюрьме и вскоре вернулись с печальной вестью. Всех пленных казаков казаки завтра будут казнить. Избавить от смерти Остапа нет никакой возможности, но тюремная стража пообещала, что за мзду завтра поутру пропустит ненадолго кузникам несколько человек. Бульбу перередили в костюм немецкого графа. На рассвете он и Янкель пошли к темнице. Благодаря деньям, которые евреи раздали накануне, стража допустила их дойти до самого подземелья. Но Гайдук, стоявший на последнем посту, выпросил у Тараса и Янкеля ещё сто червонных и обманул, заставил уйти угрозой поднять тревогу. Бульба пожелал тогда пойти на место казни, чтобы видеть муки своего сына. Вместе с Янкелем они вышли на городскую площадь, где уже собралась огромная толпа любопытных. На плаху стали выводить казаков. Остап шёл первым. С твёрдым мужеством вытерпел он страшные муки. Тарас, глядя на его стойкость, тихо говорил про себя. «Добры, сынку, добры». Перед самой смертью, в ужасных страданиях, Остап воскликнул. «Батька, слышишь ли ты?» «Слышу!» – раздалось ему в ответ среди всеобщей тишины. Вся толпа вздрогнула. Янкель в сильном испуге обернулся. Но Бульбы уже не было возле него. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова